Помните, когда мы были детьми, нам так хотелось поскорее повзрослеть? И родители говорили, что сначала нужно закончить школу, поступить в институт, устроиться на работу, и тогда можно делать все, что хочешь, ведь ты уже взрослый. Но неужели это время наступает после всех этих пройденных этапов? Вот и тема сегодня у меня такая. Когда все-таки мы взрослеем, когда ты понимаешь, что ты уже взрослый. Покажите, пожалуйста, свои ботиночки. Вот это каблучок. Сколько сантиметров? 15. Но у меня бывали повыше 170, 180, 190. Вы помните меня? Нет, не помнилась. Ну что, мы уже общались. Было летом. А, да, да, да. Улдана? Какое интересное имя. Это бурятская, нет? Нет, это хрыжанская. Улдана, это, получается, означает, что мальчик. После меня хотели мальчика, поэтому так назвали. О, ребята, кто что забыл? Сейчас. О, постойте. Я вам жизнь спасла. Пойдемте, вы должны мне теперь. Подожди, я запуталась. Новые трафареты для... У, это значит на нашем языке мальчик. Родители хотели мальчика после меня, поэтому так называли. Ага, после тебя родился мальчик? Нет. Граждане товарищи, что за безответственность? Как понять, что настала взрослая жизнь? Взрослая жизнь. Когда ты можешь принимать собственные решения без никаких либо других. Когда, не знаю, мнение извне уже не мешает твоему собственному появиться и родиться. Ну, моя мама, как обычно говорит, когда ты построишь дом, посадишь дерево, у тебя свои дети появятся, это уже взрослая жизнь. Ага. Но это мама мне так говорит. Граждане, прошу подойти тех, кто оставил вот этот мусор вот здесь. Считаешь себя взрослым? Нет. Почему это? Ну, с родителями еще живу. Ну, да. Вот, потому что я уже в прошлом году закончил бакалавриат в ЭГУ. Предвещен сделать выбор, я звоню маме или же своим друзьям. Я себя сейчас не считаю взрослым. Я хочу быть ребенком. Да, я хочу быть ребенком. Угу. С мамой живешь? Да. Ребята, а я вам скажу, что такое взрослая жизнь. Мужчины, вам трафареты не нужны? Нет, а когда ходишь по лужам смело и знаешь, что никто тебя за это не наругает, потому что ты сам себе купил эти ботинки. А как вы думаете? А вообще что такое трафареты? Я не знаю. Вы что, тоже наши коллеги? Нет. Нет, мы про будущее не заводчать. Не пройдешь. Это вы что, рубрику нашу крадете? А ну-ка, подождите-ка. Дома стараюсь показать то, что я взрослый, а вне дома я ребенок. Короче, по работе чисто притворяешься для мамы, да? Да, да. Просто в моем понимании взрослые, ну, в моем юношком понимании это семья, работа, дети, ипотека, кредиты. У меня ничего этого нет. Вы работаете преподавателем, вам 23 года. Слушайте, вы же очень молодой, вас воспринимают ученики? Да, у меня бывают, что такие избалованные ученики, которые вообще не слушаются меня. Ага, и как вы с ними общаетесь? Так, так мягко общаюсь с ними. Только, ну, чего вы не делаете за меня? Ну, просто я так не ругаю, вон троечки ставлю всегда. Те где трудитесь? Ну, пусть будет тайной. Что за секретная организация? ВСПшник, что ли? Нет. А вот вы женатый? Нет, не сожжение. А что? Ну, пока еще рано я, рановато еще пока. Значит, вы еще и не взрослый. Кто у нас еще бывает секретный? Пенсионный фонд. Ну, я какой-нибудь учительниц русского языка, например. Если что, это моя территория, Арбат, это мой. Вот если где-то вы там опрашиваете граждан, давайте куда-нибудь там. Мы не опрашиваем граждан, мы снимаем проект по культурологии. Есть у вас там тоже молоденькие преподавательницы? Да, одна пришла у нас в школе у нас. Красивая? Ну, так, а по себе? Испугались немножечко. Ну, если что, вот так запомнили, да, что вот рубрика это наша, да. А когда позрослили вы и стойки вообще с этим торопиться, пишите в комментариях. Самый залайканный получит сертификат от службы доставки цветули. На этом все. Всем пока-пока.